Беседа о совершенной любви и о воздаянии по достоинству дел и о сокрушении. Всякое доброе дело есть плод любви, поэтому многое говорится о ней. Так и Христос говорит, потому узнает все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И П.л. вызывает, чтобы мы никому ничем не были должными, кроме взаимной любви друг к другу. Не сказал просто о любви, но повелевает быть как бы должниками любви друг к другу. Как в отношении к телу мы должны постоянно доставлять ему пищу и постоянно доставляем. И этот долг простирается на всю нашу жизнь. Так он учит поступать в отношении к любви. И лучше сказать еще больше, потому что она приводит к жизни вечной и постоянно остается с теми, которые имеют ее. «Прибывает, — говорит апостол, — сии три, — вера, надежда и любовь, но любовь из них больше». Впрочем, не только словами, но и самыми делами мы научаемся этой доброветели. И, во-первых, способом нашего рождения. «Созвал одного человека, Бог повелел от него произойти всем, чтобы мы все считали друг друга как бы одним человеком и старались жить в любви друг к другу, затем и посредством взаимных отношений. Он премудро устроил необходимость для нас взаимной любви и, как послушай, наполнив вселенной множеством благ, он даровал каждой стране особенной ей свойственной роды плодов, чтобы мы, вынуждаемые необходимостью, путешествуя друг к другу, сообщая другим, излишне не получая от них недостающие нам, любили однородных с нами. То же он сделал и с каждым человеком. Он не дал всем знать все, но одному сообщил способность к врачебной науке, другому к строительной, иному к иной, чтобы, нуждаясь друг в друге, мы любили друг друга. Так же и в предметах духовных, в свою очередь, можно видеть то же самое, как говорит Павел. Одному дается слово премудрость, другому слово знание, а иному пророчество, иному же истолкование, исцеление, развлечение духов, но нет ничего выше любви. Поэтому он и поставил ее выше всего, сказав так. «Если языками человеческими говорю и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если знаю пророчество и все тайны, так что имею веру и могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто». 1 Коринфянам 13. И даже на этом он не остановился, но возвестил, что и самая смерть за благочестие не приносит никакой пользы, если не будет при этом любви. Не без причин он сказал это о любви. Он знал, хорошо знал, как исполнитель заповедей Божьих, что когда твердо вкоренится любовь, тогда произрастают плоды всяких благ. Заповеди «Не прелюбодействуй, не убей, не укради, не уже свидетельствуй» и всякая другая заповедь заключается в этой одной, как главной. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Впрочем, для чего говорить о малом, умалчивая великом. Из любви сошел к нам возлюбленный Сын Божий. Стал обращаться и жить вместе с людьми, чтобы, рассеяв многобожные заблуждения, возвестив истинное познание. Научить людей любви друг другу, как свидетельствует Иоанн, когда говорит «Ибо так возлюбил Бог мир, что и Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ею поменея, Павел произнес небесные слова. «Но кто отлучит нас от любви Христовой, скорб ли, теснота ли, или гонения, или голод, или нагота, или беда, или меч?» Римлянам 8.35. «Презрев же это, как ничтожное, он присовокупил в этом еще гораздо большее. Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Поэтому ничто не могло отлучить от любви Божией этого блаженного, горевшего любовью. Ни небо, ни земля, ни море, ни Царство Небесное, ни адские мухи – все презирал он ради Христа. «Если же мы посмотрим и на остальных святых, то увидим, что все они угодили Богу любовью». Любовь представляет тебе ближнего, как тебя самого, и научает тебя радоваться его благополучию, как твоему собственному, и чувствовать его несчастье, как твои собственные. «Любовь стыдняет многих в одно тело и делает души их жилищами Святого Духа, потому что не в разделенных друг от друга, но в соединенных по душе может обитать Дух Мира. Любовь делает общими для всех благо каждого, как говорит книга Деяния. У народа же, уверовавшего, было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имений своих не называл своим, но все у них было общее. Таким образом, есть ли какая стена, столь твердая, столь укрепленная совокупностью огромных камней и столь недоступная для нападения врагов, как общество любящих друг друга и связанных между собой единодушием? Оно отражает самые козни дьявола и весьма естественно. Восставая против него вместе друг с другом и не становясь вместе с ним друг против друга, такие люди бывают необходимы для ухищрений и воздвигают блистательные трофеи. И как струны, лиры, хотя многочисленные, но настроенные согласно, производят приятнейшие звуки, так объединенные единодушием издают благозвучный голос любви. Поэтому Павел и советует мыслить и говорить согласно и считать других превосходнее себя, чтобы тщеславием не уничтожить любви, но уступая почести другим жить в единодушии. Еще он говорит «Любовью служите друг друга, ибо весь закон в одном слове исполняется «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» Галатам 5.13. Любящий желает не подчинять только, но и подчиняться, и более радуется подчиняясь, нежели начальствуя. Любящий желает лучше благодетельствовать, нежели получать благодеяние, потому что лучше желает иметь друга должником своим, нежели самому быть должным ему. Любящий желает благодетельствовать возлюбленному, но не хочет, чтобы видны были его благодеяния. Желает быть первым в благодеяниях, но не хочет, чтобы он казался первым в благодеяниях. Может быть, некоторые не понимают сказанного, поэтому я поясню это примером. Человека любивый Господь предопределил дать Сына Своего за нас, чтобы не показалось, что это дар его, но что он отдал долг. Он повелел Аврааму принести в жертву Сына Своего, чтобы, когда и сам будет делать то же, он явился не подающим дар, но отдающим по чрезмерному богатству его благости. Знаешь, что многим сказанное покажется странным? Причина и то, что я говорю о предмете, который ныне обитает на небе. Как если бы я говорил о каком-нибудь растении, которое родится в Индии, и о котором никто опытно не знает, то я не могу вполне объяснить его словом, хотя бы весьма много говорил о нем. Так и теперь, сколько бы я ни сказал, я сказал бы напрасно, «Потому что некоторые не поймут сказанного. На небе, как я сказал, насаждено это растение, но если мы захотим, то оно может быть насаждено и в нас. Поэтому нам заповедано говорить к Отцу Небесному, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». 579. Итак, не будем думать, что невозможно приобрести такое благо. Возможно, поистине возможно, если захотим быть внимательными. И не только это, но возможно исполнить и всякую добродетель. Потому что мы руководимся свободной волею, а не подлежим, как думают некоторые, необходимости судьбы. И убеждены, что от желания и нежелания зависит и добро, и зло. Поэтому Бога обещал царство и угрожал наказанием. А если бы мы были связаны с необходимостью, то Он не поступил бы так. Потому что сообразно с намерением действий бывает и воздаяние за те и другие дела. Он не предлагал бы законов, не делал бы увещания, если бы мы были связаны узами судьбы. Но так как мы свободны и властны в своей воле, и делаемся не вводными от беспечности, а добрыми от усердия, то Он поэтому и приготовил такие врачевства, исправляя нас и научая любомудрию как страхом наказания, так и надеждой на получение царства. И не из-за этого только, но и из того, что мы сами делаем, видно, что ни судьба, ни случай, ни рождение и ни течение звезд управляет нашими делами. Если бы от этого зависело все происходящее с нами, а не от свободной воли людей, то для чего ты наказываешь раба, укравшего что-нибудь? Для чего влечешь в судилище жену, прелюбодействовавшую? Отчего ты стыдишься делать непристойное? Отчего ты даже не переносишь слов, когда порицают тебя? Но если кто назовет тебя прелюбодеем или блудником, или пьяницей, или чем-нибудь подобным, ты называешь его оскорблением. Если грешить не зависит от твоей воли, то и дела эти не преступления, и слова эти не оскорбления. Но теперь и тем, что не прощаешься грешающим, и тем, что сам стыдишься, делая зло, и стараешься скрыться, и тем, что причиняющих тебе зло называешь оскорбителями, всем этим ты выражаешь, что мы не связаны необходимостью, но одарены свободой воли. Тех же, которые связаны необходимостью, мы обыкновенно прощаем. Если кто, будучи одержим бесом, или раздерет нашу одежду, или нанесет нам удары, то мы не только не наказываем его, но и жалеем, и прощаем. Почему же? Потому что не свобода воли, а насилие беса сделало это. Так, если бы и остальные грехи происходили по необходимости судьбы, то мы прощали бы их. Но так как мы знаем, что они не от необходимости, то поэтому и не прощаем. Ни господа слугам, ни мужья женам, ни жены мужьям, ни отцы детям, ни учителя ученикам, ни начальнике подчиненным, а бываем строгими следователями и карателями преступлений. Обращаемся к судилищам, подвергаем бичеванию, употребляем наказание и делаем все, чтобы исправить их от зла. К детям же нашим и приставляем наставников, и посылаем их к учителям, и присоединяем угрозы, и употребляем наказание, и принимаем многие другие вспомогательные меры, чтобы они сделались добрыми. Какая же нужда в трудах и усилиях к исполнению добродетели? Если кому суждено судьбой стать добрым, то он будет прекрасным. Хотя будет дремать и спать, или лучше нельзя и назвать добрым того, кто бывает таким по необходимости. Какая нужда в трудах и усилиях к избежению зла? Если кому суждено судьбой стать злым, то сколько бы он не трудился, он будет злым. Или лучше нельзя и назвать злым того, кто побуждается к злу необходимостью. Как бесноватого хотя бы он злословил, хотя бы бил Я опять употреблю тот же пример Мы не назовем оскорбителем, потому что приписываем оскорбление не ему, а о насилии беса Так и злого, если он побуждается к этому судьбою Мы не называем злым, равно как и доброго добрым Ведь если допустить это, то все у нас придет в смятение И ни добродетель не будет знать что-нибудь, ни порог, ни искусство, ни законы И ничто другое подобное Для чего же мы, когда больны, много беспокоимся Тратим деньги, призываем врачей, употребляем врачерства Соблюдаем воздержание и умеряем пожелания Если и здоровье, и болезнь зависят от судьбы То напрасно трата денег Напрасно приглашение врачей Напрасно тщательное воздержание больных Мы же теперь, между прочим, и из этого объясняем, что все такое не напрасно Таким образом исчезает басня о судьбе Потому что дела наши не подлежат никакой необходимости Но во всем, как я сказал, мы одарены свободой воли Итак, возлюбленные Зная это, еще больше этого Ведь много и другого можно сказать об этом Но для более благоразумных достаточно и этого Будем избегать порока и избирать добродетель Чтобы нам самыми делами показать, что мы имеем свободную волю По отношению к представляющимся нам предметам Чтобы нам не посрамиться в день откровения дел Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, говорит Павел Чтобы каждому получить соответственно тому Что он делал, живя в теле, доброе или худое 2 Коринчянам 5.10 Будем же, увещевая вас, иметь в уме то судилище И представим, что оно теперь существует Что судья сидит и все открывается и выставляется на вид Ведь нам нужно будет не просто предстать, но и открыться Неужели вы не смутились? Неужели не вас трепетали? Не решаемся ли мы часто лучше умереть, нежели открыть Перед почтенными друзьями наше тайное преступление? Как же будем чувствовать себя тогда, когда грехи наши откроются Перед всеми ангелами и всеми людьми И предстамок перед нашими глазами? Обличу тебя, говорит Господь, представлю пред лицо твоим грехи твои Псалом 49.21 Если же тогда, когда еще нет самого события А только оно предполагается, изображается словами Мы терзаемся совестью То что мы будем делать, когда оно наступит? Когда будет присутствовать вся вселенная И ангелы, и архангелы, и начало, и власти Когда будут непрерывно звучать трубы Когда праведники будут подъяты на облаках И будет великий плач грешников Какой страх тогда обнимет оставшихся на земле? Сказано, один берется, а другой оставляется В каком состоянии будет душа их, когда они увидят Как другие отводятся с великой честью А они сами оставляются с великим стыдом? Невозможно, поверьте, невозможно выразить Словом этого страдания Видали ли вы когда-нибудь отводимых на смерть? В каком, думаете, состоянии находится душа их, Когда они идут по дороге до места казни? Чего не решились бы они сделать и претерпеть, Чтобы избавиться от этой тьмы? Я слыхал от многих, которые после отведения на казнь Были возвращены назад по человеколюбию царскому, Что они даже в людях и не узнавали людей От душевного смущения и ужаса Но что я говорю об отводимых на казнь? Их тогда окружал народ, Из которого большая часть и не знала их Но если бы кто-то винул тогда в душу каждого, То нашел бы, что нет ни одного столь жестокого, Ни одного столь смелого, Ни одного столь мужественного, Который бы ни пало, ни смутился бы в душе От страха и уныния. Если же тогда, как другие предаются смерти, Не имеющие с ними никакого общения, Бывает в таком расположении, То в каком состоянии будем находиться мы, Когда сами подвергнемся более тяжкой участи, И будучи лишаемы той неизреченной радости, И отсылаемы на вечное мучение, Если бы даже и не было гиены, То быть отвергнутым от такой светлости И отойти с бесчестием, Каким будет наказанием? Если теперь многие, Видя входящего царя и представляя собственную бедность, Не столько получают удовольствие от этого зрелища, Сколько испытывают скорби от того, Что не участвуют ни в чем из окружающего царя, И не находятся близ повелителя, То что будет тогда? Или вы думаете, малым будет наказанием Не быть поставленным наряду с другими в том сонме, Не удостоиться неизреченной славы, Быть удален и оставаться далеко от того торжества И неизглаголанных благ? Но если, кроме того, будут и мрак, И скрежет зубов, И узы неразрешимые, И червь неумирающий, И огонь неугасающий, И плач, и стенания, И языки мучимые жаром, Как у того богача, Когда будем вопиять, И никто не услышит, Будем стенать и плакать от страданий, И никто не станет внимать, Будем смотреть во все стороны, И никто нисколько не утешит, То как судить о находящихся в таком состоянии? Что может быть несчастней тех душ? Что горестнее? 582. Если мы, войдя в темницу, Видя одних грязными, А других связанными железными оковами, Третьих заключенными во мраке, Трогаемся, ужасаемся, И делаем все, Чтобы самим не впасть в такую же беду и скорбь, То когда мы связаны и будем отведены В самые гиенские мучения, В каком мы будем состоянии? Что будем делать? Ведь те узы не из железа, Но из огня, Никогда не угасающего, И распоряжаться нами будут Никакие-либо подобные нам люди, Которые часто можно смягчить, Но ангелы страшные и несострадательные, На которых невозможно будет и взглянуть, Которые будут сильно гневаться на нас За дела, какими мы оскорбили Господа. Там не так, как здесь. Невозможно расположить к себе Одних серебром, других ясвами, Иных льстивыми словами И получить облегчение. Но ни в чем там нет прощения. Будут ли Ной, или Иов, или Даниил Видеть ближних своих мучимыми, Они не осмелятся предстать И подать руку помощи. Тогда случится, что истребится И естественное сострадание. Так как найдутся праведные отцы грешных детей И добрые дети порочных родителей, Зло ведь не от природы, а от воли. То, чтобы радость их была чистой, И сострадание не нарушало блаженство Наслаждающихся теми благами, И оно тогда угаснет. Так что и они вместе с Господом Будут негодовать на своих единокровных грешников. Если теперь некоторые, видя своих детей негодными, Удаляют их от себя И отказываются от родства с ними, То тем больше произойдет это на том суде. Итак, никто пусть не надеется На что-нибудь хорошее, Не сделав хорошего. Хотя бы он имел и множество праведных предков. Ибо каждый, говорит апостол, Примет, получит то, что он делал, Живя в теле, доброе или худое. Будем же увещевая вас внимать и вразумляться. Если ты будешь иметь огонь порочного пожелания, То представь огонь тамошнего мучения, И твой огонь погаснет. Если ты захочешь сказать что-нибудь непристойное, То представь скрежет зубов, И страх послужит для тебя уздою. Если ты пожелаешь похитить что-нибудь чужое, То послушай, что говорит судья, Свяжите ему руки и ноги И бросьте его во тьму кромешную, И ты оставишь свое желание. Если ты жесток и немилостив, То вспомни о тех девах, Которые вследствие того, Что погасли их светильники от недостатка Илья, Лишились брачного чертога, И ты скоро станешь человеколюбивым. Если у тебя будет желание упиваться и роскошествовать, Послушай богача, который говорит, Пошли лазере, чтобы омочил конец перста своего в воде, И прохладил язык мой, Ибо я мучаюсь в пламени всем, И не получил желаемого. И тотчас ты оставишь свою страсть, И все остальные страсти ты укоротишь таким образом. Ведь Бог не предписал нам ничего тяжкого. Отчего же заповеди его кажутся тяжкими? От нашего нерадения. Как в том случае, Если мы будем усердны, И кажущееся тяжким будет легко и удобно, Так и в том случае, Если мы будем нерадивы, И легкое покажется нам трудным. Представляя все это, Не будем считать блаженными тех, Которые живут роскошно, Но будем помышлять о кончине их. Здесь плотяность и тучность, А там червь и огонь. Также и хищников не будем считать блаженными, Но смотреть, какова их кончина. Здесь заботы и труды, А там неразрешимые узы и тьма кромешная. Также и любящим славу, Но смотреть, какова их кончина. Здесь раболепство и притворство, А там великое страдание И постоянное горение в огне. Если мы таким образом будем рассуждать С самими собой, И непрестанно повторять эту и тому подобное При наших порочных пожеланиях, То скоро будем избегать пороков, Исполнять добродетели, Погасим любовь к благам настоящим, И воспламеним любовь к благам будущим. И действительно, Что в настоящих благах есть прочного, Или необыкновенного и дивного, Чтобы посвящать им все свои заботы? Не видим ли мы, Что одно и то же постоянно круга вращается, Например, день и ночь, Ночь и день, зима и лето, Лето и зима, И больше ничего? Будем же поэтому воспламенять в себе Любовь к будущим благам, Потому что великая слава ожидает праведников, Такая, какой невозможно изобразить словом. А они, восприняв нетленные тела, По воскресенье прославятся И будут царствовать вместе со Христом. 584 А как это важно, Мы узнаем из следующего, Или лучше сказать, Ясно узнать это мы и ниоткуда не можем. Но чтобы заимствовав подобие от наших благ, Нам получить какое-нибудь, Хотя малое, Понятие о тех благах, Я по силам своим постараюсь пояснить сказанное примером. Скажи мне, Если бы кто-нибудь тебя, Устаревшего и живущего в бедности, Обещал вдруг сделать молодым, И привести самый цветущий возраст, Сделать и весьма крепким, И прекрасным больше всех, И даровать тебе царствование над всей землей на тысячи лет, Царствование, сопровождающееся глубочайшим миром, Да чего бы не решился ты за это обещание сделать и претерпеть, Но вот Христос обещает не это, А гораздо большее. Ведь не такова разность между старостью и юностью, Какова между тлением и нетлением. И не такова между царствованием и бедностью, Какова между славой настоящей и будущей, Между ними разность, Как между сновидениями и истиной. Или лучше, Я еще не сказал ничего, Потому что нет слова, Которое могло бы достаточно изобразить Великое отличие благ будущих от настоящих, А в отношении к продолжительности Невозможно и умом представить их различия. С чем настоящей можно сравнить жизнь, Не имеющую конца? В отношении же к миру Разность между ними такова, Такова между миром и войною. И в отношении к тлению и нетлению, Такова, как чистая жемчужина Превосходнее грязной глыбы. Лучше же, Что не сказал бы кто, Ничем не в состоянии будет изобразить этого. Хотя бы даже я сравнил красоту тогдашней Их тел со светом солнечного луча, Хотя бы с блистательнейшей молнией, Я еще не сказал бы ничего достойного той светлости. А за такие блага, Сколько можно отдать денег и тел? Или лучше, Сколько можно отдать душ? Если бы теперь кто-нибудь привел тебя к царю И доставил тебе возможность В присутствии всех разговаривать с ним И вместе с ним есть и жить, То ты назвал бы себя блажение всех. А имея возможность зайти на небо, Предстать самому царю всего, Блистать подобно ангелам И наслаждаться той неприступной славою, Ты недоумеваешь, Можно ли жертвовать деньгами, Тогда как следовало бы хотя бы надлежало Отдать и самую жизнь, Веселиться, радоваться И восхищаться от удовольствия. Но ты для того, Чтобы получить власть, Заставляющий тебе случай к воровству, Я не назову этого приобретением, Тратишь свое имение, Занимаешь и у других. Если бы нужно было, Не усомнился бы заложить и жену, и детей. А когда предстоит царство небесное, Власть, не имеющая преемника, Ты медлишь, колеблешься, И жалеешь денег. Или ты не думаешь, Что если близкие к нам части неба Так хороши и приятны, То каковы части высшие, Каково небо небес? Но так как телесными глазами Увидеть их нельзя, То вознесись мыслью, И ставши выше этого неба, Посмотри на то небо, Которое выше этого, На высоту беспредельную, На свет неприступный, На сонные ангелов, На чины архангелов, И на остальные бестелесные силы. И опять, Сошедши с высоты, Возьми приведенный нами пример, Именно представь, Что бывает около царя земного, Например, мужей, Одетых в золото, Упряжку белых лошаков, Украшенных золотом, Колесницу, Окованную драгоценными камнями, Бляхи, К ней прикрепленные, Изображение драконов, Шелковых одеждах, Аспидов с золотыми глазами, Лошадей облеченных в золото, И узы золотые. Между тем, Когда мы увидим самого царя, То уже не смотрим ни на что из этого. Он один обращает на себя наше внимание, Его пурпуровые одежды, Диадема, Седалище, Пояс, Обувь, И блистание лица. И так, Тщательно сообрази все это, Отсюда ты опять перенесись мыслью на небо, И представь тот страшный день, В который придет Христос. Тогда ты увидишь не упряжку лошаков, Не золотые колесницы, Не драконов и аспидов, А то, Что внушает великий страх, И производит такое изумление, Что и самые силы небесные ужасаются, И силы небесные, Говорится в Писании, Поколеблются. Тогда отверзится все небо, И сойдет единородный Сын Божий В сопровождении не двадцати, И не ста, Но тысячи и десятков тысяч ангелов и архангелов, И все будет исполнено страха и ужаса. Земля разверзится, И все люди, когда-либо существовавшие, Начиная от Адама и до того дня, Восстанут из земли и будут восхищены. А он сам будет блистать такой славою, Что солнце и луна скроют весь свет свой, Который помрачится тем сиянием. Но как прискорбна великая наша бесчувственность. Когда ожидаются такие блага, Мы еще пристращаемся к благам настоящим, И не разумеем злобы дьявола, Который через маловажное Лишает нас великого, Дает грязь, чтобы отнять небо, Показывает тень, Чтобы удалить от истины, Представляет великолепие в сновидениях, А таково настоящее богатство, Чтобы, когда придет тот день, Явить нас беднее всех. Узнав это, возлюбленные, Будем избегать коварства его, Будем опасаться осуждения вместе с ним, Чтобы не сказала нам судья, Идите от меня, проклятые в огонь, Вечные уготованные дьяволу и ангелам его. 586. Но бог, человеколюбив, Этого не будет, Говорят некоторые. Итак, это написано напрасно? Нет, говорят, Но только для угрозы, Чтобы мы вразумлялись. А если мы не вразумимся, Но останемся злыми, Скажи мне, То бог не пошлет наказание? И добрым не воздаст наград? Воздаст, говорят, Потому что ему свойственно Оказывать благодеяние, Даже и выше заслуг. Итак, последней истины Непременно будет. А что касается до наказания, То их вовсе не будет. О, великое коварство дьявола! О, бесчеловечное человеколюбие! Это ему принадлежит мысль, Обещающая бесполезную милость И делающая людей беспечными. Так как он знает, Что страх наказания, Как бы некоторая узда, Удерживает нашу душу И обуздывает пороки, То он делает все И принимает все меры, Чтобы исторгнуть его с корнем, Чтобы потом мы безбоязненно Неслись в пропасть. Как же мы преодолеем его? Что бы мы ни говорили из Писаний, Противники скажут, Что это написано для угрозы. Но если они могут говорить так О будущем, Хотя это и весьма нечестиво, То об исполнившемся уже И настоящем не могут. Итак, спросим их, Слыхали ли вы о потопе И всеобщем тогдашнем истреблении? Для угрозы ли было сказано и это? Разве это не исполнилось И не произошло на самом деле? Не свидетельствует ли об этом И горы Армении, Где остановился ковчег? И остатки его там Не сохраняются ли до ныне Для нашего воспоминания? Подобным образом, И тогда многие говорили, В течение ста лет, Когда ковчег строился, Деревья приготовлялись, И праведник возвещал. Никто не верил этому. Но так как не верили угрозе на словах, То внезапно подверглись наказанию на самом деле. А кто навел такое наказание на тех, Тот не гораздо ли более наведет на нас? Ведь совершаемые ныне злодеяния Не менее тогдашних. Тогда происходили беззаконные смешения, Ибо они, говорится в Писании, Сыновья Божии, Брали дочерей человеческих. А теперь нет такого вида греха, Который не был бы совершен И пренебрегался бы. Но если угодно, Скажем о других родах наказания, Чтобы по прошедшему поверить и будущему. Путешествовал ли кто из вас Когда-нибудь в Палестину? Я думаю, что путешествовал. Итак, будьте вы Свидетелями истины того, Что я скажу. Выше Аскалона и Газа У самого конца реки Иордана Была страна обширная и плодоносная, Которая могла равняться с Раем Божиим. И увидел, Сказывало в Писании, Вот всю окрестную, Страну Ярданскую, Которая была напаяемая водою, Как рай Божий. Бытие 13.10. А теперь она Пустыннейшая из всех пустынь. Там стоят деревья И имеет плод. Но плод этот напоминает О гневе Божием. Висят гранатовые яблоки, Имеющие прекрасный вид И подающие, Не знающим приятные надежды. Но, будучи взяты в руки И разломаны, Не обнаруживает никакого плода, А пыль и прах, Во множестве находящийся внутри их. Такова там и земля, Таковы и камни, Таков и самый воздух. Все сожжено, Все обратилось в прах, Напоминая о прошедшем гневе И предуказывая будущее наказание. Неужели это словесные угрозы? Неужели это одни звуки слов? Если кто не верит гиене, То пусть вспомнит о Содоме. Пусть подумает о Гаморре, О наказании, Которое же исполнилось, И остается до ныне. Изъясняя это, И Божественное Писание Говорит о премудрости. Ибо праведно погибающим, Нечестивым воздать И избавить бежащего от огня, Исходящего из пяти городов. Премудрость Соломона 10.6. Нужно сказать и о причине, По которой они так пострадали. У них было одно преступление, Тяжкое и заслужившее проклятие. Но только одно. Они предавались неистовой страсти. Они предавались такой страсти К юношам, И за это сожжены огненным дождем. А теперь совершаются бесчисленные И подобные и тягчайшие преступления. Но такого сожжения не бывает. Почему? Потому что уготован другой огонь, Никогда не угасающий. Тот, кто являл такой гнев за один грех, Не принял ходатайство Авраама, И не был удержан жившим там лотом, Как пощадит нас, Совершающих столько зла? Не может быть этого. Не может! 588. Но не ограничимся этим, А представим и других наказанных, Чтобы многочисленнейшими примерами Убедиться в истине говоримого. Все вы слышали о фараоне, Царе Египетском. Вы знаете и о наказании, Какому он подвергся, Как он вместе с колесницами и конями И со всем войском Был потоплен в Черном море. А чтобы вам узнать также И о наказаниях иудеев, Послушайте Павла, который говорит. Не соблудили ли некоторые из них И пали в тот день 23 тысячи? Не будем роптать, Как некоторые из них роптали И погибли от истребителей. Не будем искушать Господа, Как некоторые из них искушали И погибли от змей В 1 Коринфянам 10.8. Если же и те испытали Такие наказания за свои грехи, То чего не потерпим мы? Теперь мы не терпим Ничего тяжкого. Но поэтому Особенно им нужно страшиться, Так как не к тому Мы сберегаемся, Чтобы не терпеть наказания, Но чтобы потерпеть большее, Если не исправимся. Те не знали о деянии И были передаваемы Здешним наказанием. А мы за грехи, Какие сделаем, Если и не потерпим Ничего прискорбного В настоящей жизни, То испытаем все в будущей. Да и разумно ли было бы, Чтобы те, Имевшие вполне юношеские понятия, Столько страдали, А мы, Получившие совершеннейшие учения И делающие гораздо худшее, Чем те грехи, Избежали наказания. Хотите ли слышать И о прочих их несчастьях, Какие претерпели они в Палестине, От вавилонян, Ассириан и македонян? Сколько переносили они голода, Зараз, воин, пленений, Прететей в исписании? Прочитайте книгу Иосифа, В которой он написал Взятие Иерусалима, И вы узнаете эти печальные события. Между прочими бедствиями Они терпели такой крайний голод, Что ели даже свои пояса, обувь И еще гнуснейшие вещи, Потому что нужда заставляла есть все, Как говорит упомянутый писатель. И этим они не ограничивались, Но ели даже собственных детей. Как же, Тогда как те протерпели такие наказания, Мы, которые делаем худшее, Чем они, Избегнем наказания. Ведь если они были наказаны тогда, То почему мы не наказываемся теперь? Не ясно ли для слепого, Что это потому, Что нам готовится наказание в будущем? Как я часто говорил. При этом нужно подумать и о том, Что бывает в настоящей жизни. И мы не станем отвергать гиенны. Если Бог праведен и нелицеприятен, Как и действительно Он таков, То почему здесь одни за убийство терпят наказание, А другие нет? Почему из прелюбодеев одни наказываются, А другие умирают ненаказанными? Сколько гробокопателей избегли наказания, Сколько разбойников, Сколько крыстолюбцев, Сколько грабителей? Если не будет гиенны, То где они понесут наказание? Убедим ли мы противоречащих, Что учение о ней не басни? Оно так истинно, Что не мы только, Но и поэты, и философы, И баснописцы рассуждали о будущем воздаянии, Утверждали, Что нечестивые наказываются в аду, Хотя они и не могли сказать об этом Согласно с истиной, Так как и есть на самом деле, Потому что они руководились умозаключениями И неверно слышанным нашим учением, Однако они признавали Некоторый образ суда, Они упоминают о некоторых реках, Исполненных плача и огня, О Кацитии, Перифлега, О воде Стикса и Тартаре, Настолько отстоящем от земли, Насколько она от неба, И о многих других способах наказания, Так же, в свою очередь, Об Елисейском поле, Об островах блаженных, О цветистых лугах, О великом благоухании, О тонком ветре, О сонмах там обитающих, Одетых в белую одежду, И поющих некоторые гимны, Вообще о воздаянии, Ожидающем и добрых, И злых по удалению из здешней жизни, И так не будем отвергать гиенны, Чтобы нам не впасть в нее, Ведь неверующий делается более беспечным, А беспечный непременно попадет в нее, Но будем, несомненно, верить И постоянно говорить о ней, И тогда мы не скоро станем грешить. Памятование о таковых словах, Как бы некоторое горькое лекарство, Может истребить всякий порог, Если оно будет постоянно жить в нашей душе. Будем же пользоваться им, Чтобы совершенно очистившись, Нам удостоится увидеть Бога, Насколько людям возможно увидеть Его, И чтобы получить будущее благо, Благодати и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава вовеки веков! Аминь.